Алтайский край – место красивое, нетронутое, удаленное от европейской части страны. В этом и его плюсы, и минусы, уверены эксперты. Привлечь сюда туристов извне, готовых заплатить немалые деньги за билеты, можно лишь доведя до мирового уровня, прежде всего, инфраструктуру края. У нас есть места, где до сих пор нет связи, нет дорог, нет средств размещения, либо их очень мало и они не соответствуют требованиям. Но в принципе, эта программа на самом деле сейчас тоже все оговорена. Одна из проблем, требующих решения, как сделать туризм на Алтае всесезонным, из-за непредсказуемого климата и зимний и летний отдых, сильно зависит от погоды. Впервые чиновники решили отдельно выделить особые виды туризма – медицинский, кулинарный и прочие. Так, уверены они, будет проще получить финансирование под отдельные проекты. Решили внести ясность в статистику, сколько туристов реально посещает Алтай и кого вообще можно считать туристами. Документ, подготовленный чиновниками, рассмотрят те, кто непосредственно имеет дело с туристскими потоками, туроператорами и другими представителями индустрии. Они внесут свои поправки и предложения. Если все задуманное удастся, то к 2035 году турпоток в Алтайский край вырастет почти с 2 миллионов до 3 с лишним миллионов человек в год. А выручка, полученная турфирмами и отелями, с 4,5 миллиардов рублей до 13 с лишним. Воплощать стратегию в жизнь планируют, начиная со следующего года. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.